Поэтесса вновь попала на тюремные нары. Я только что вернулся из отделения милиции номер 86, это ОВД Головинский. Там сейчас содержится Витовновская линя. Она тогда была помещена прямо из зала суда. В практике отечественного суда процессы, подобные сегодняшнему, далеко не редкость. Есть и был такой член ПН-клуба, замечательный литературовед, профессор Константин Азадовский. Он 12 лет сидел в тюрьме именно по обвинению за то, что у него нашли в доме наркотики. А наркотики были просто подброшенные. Сегодня же вспоминали дело Иосифа Бродского в свое время. И если сегодня можно проводить параллель между Иосифом Бродским, когда ему, когда было сфабриковано, то есть у него обвинение было введено в тунеядстве, а сегодня молодую поэтессу пытаются сфабриковать дело, обвиняя ее в том, что она торговала наркотиками, что еще нужно доказать, и, по-моему, это никак не доказано, то это дурно пахнет. Поэтический дар Витовновской не сулит ей легкого будущего. За неделю до страшного землетрясения в Армении она написала длинное стихотворение на трех страницах, как она сама переживает землетрясение, и как она одна осталась на земле. Не исключено, что и новый процесс над нею станет общественно показательным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова